Девушки отдыхают И конечно же вас ждут новые соревнования Представляем обзор киберспортивных новостей со всего мира Очередным триумфом клана ЕС завершился очередной официальный турнир по World in Conflict В финале команда Ямми Элит Саусадж противостояли старые знакомые из клана РККА Рабочая крестьянская красная армия, с которыми ЕСовцы уже сталкивались в полуфинале предыдущего турнира Тогда победу одержала команда ЕС В этот раз финальный бой проходил между командами на двух картах После первой игры счет 200-0 в пользу команды ЕС Вторую игру РККА играть отказались Серия неудач норвежской команды привела к единственному правильному решению в этой ситуации со стороны менеджмента Недавно официальные представители организации выступили с заявлением, что расходятся путями с Counter-Strike подразделением Meet Your Makers Второе место на CPL Winter 2006 так и осталось единственным внушительным достижением для команды Ничем другим норвежцы проявить себя так и не сумели Восьмой тур NGL One ознаменовался противостоянием SK Gaming, действующего чемпиона Warcraft 3 League и Хурай После ухода Хота и Икс Лорда первые несколько ослабили свои позиции Но несмотря на это продолжают оставаться одними из главных фаворитов на любом международном командном соревновании Во многом благодаря своей южнокорейской диаспоре, один из членов которой и разобрался в одиночку со скандинавами SK Soju не смог остановить никто из Хурай, как следствие 4-0, победа SK Как сообщает Electronic Sports League, компания Intel планирует создать первый реальный фильм об электронном спорте В процессе сбора материалов съемочная группа уже успела посетить множество крупных турниров Этот документальный фильм прольет свет миллионам людей на то, чем же все-таки является электронный спорт Мы увидим не только эмоции игроков перед, после и во время матчей Но также и то, что они чувствуют и видят во время лан-турниров Скорее всего, фильм будет о Counter-Strike Добро пожаловать в школу виртуального спорта Сегодня мы рассмотрим моменты игры в Counter-Strike Source с АК-47 Главные плюсы АК-47 Завидная точность попадания из этого оружия при одиночной, в одной-две-пуре стрельбе с довольно больших дистанций Часто бывает, что даже полуоптика, облегчающая ведение огня на далеких расстояниях, здесь уступает АК-47 Уступает здесь и Кольт М4А-1, хотя многие с этим наверняка не согласятся Второе важное преимущество АК-47 — его мощность Это оружие пробивает деревянные и незначительные каменные заграждения Проигрывает калашу в этом даже пулемет М249SAW Ну и третий сильный аргумент в пользу АК-47 — это относительная простота ликвидации противников на супермалых дистанциях Например, при внезапной стычке противников нос в нос В упор калашников уничтожает быстрее любых видов огнестрельного оружия Кроме, пожалуй, того же АВП-А1 и дробовиков Помните, мы — виртуальная школа Учитесь на пятерке, пока бесплатно Отдыхайте Смотрите далее Клавиатура имеет стильный дизайн Прорезиненное покрытие клавиш подозвращает скольжение пальцев по поверхности И, конечно же, вас ждут новые соревнования Сегодня мы расскажем о встрече двух команд в рамках чемпионата России сезона 2007-2008 по Counter-Strike Source Logitech оживляет игры с помощью объемного звука формата 5.1 Теперь можно услышать врага, который подкрадывается сзади и понять, в каком направлении идет бой Все это G51 Звуковая технология FDD обеспечивает равномерное звуковое поле в любой точке комнаты А игровой матричный режим усиливает звук сабвуфера и задних колонок, чтобы сделать процесс игры более захватывающим Система G51 компактна, но ее среднеквадратическая мощность составляет 155 Вт Руль Trustmaster Enzo Ferrari – это точная копия руля-болида Формулы 1 Он сделан из высококачественных материалов Имеет функцию обратной связи, что делает езду более реалистичной Руль имеет 10 программируемых кнопок Его можно надежно закрепить на столе с помощью струбцин Педали имеют большую длину хода и обладают достаточным сопротивлением Руль также рассчитан на людей с ограниченными физическими возможностями Педали дублированы в виде подрулевых переключателей Клавиатура Crawler PKH206 имеет стильный дизайн Прорезиненное покрытие клавиш предотвращает скольжение пальцев по поверхности В правом верхнем углу есть джойстик управления медиаплеером Ее не надо устанавливать, так как она относится к серии устройств Plug&Play Конструкция устройства продумана до мелочей Клавиатура оснащена специальной крышкой для защиты клавиш от влаги и пыли Которая в рабочем состоянии трансформируется в эргономичную подставку для рук Джойстик Max Fighter F31U Vibration включает 10 кнопок Кнопку акселератора, ручку управления и видоискатель для игр имитаторов полета Кроме того, Max Fighter F31U Vibration имеет встроенный мотор Который обеспечивает мощный виброэффект Вибрация позволит вам ощутить реалистичную отдачу при игре Рукоятка имеет удобную форму и мягкое покрытие Подойдет под любую руку Цена в среднем 25-30 долларов Здравствуйте, уважаемые любители киберспорта Сегодня мы расскажем о встрече двух команд SVN и Team 46 В рамках чемпионата России по Counter-Strike Source Курскую команду киберспортсменов Team 46 представляли Капитан Комаров Диадлас Денис Степаненко Ника Николай Гусев Флатик Алексей Павлов Низ Василий Жабров Ком Михаил Команда совсем молодая сформирована из команды Снэч КСС Молодых и амбициозных ребят Но уже являются чемпионами Черноземья Команда SVN заявила следующий список игроков Капитан Шерстобитов Снуб Евгений Филимонов Лир Максим Восякин Роча Егор Гореликов Вокич Владимир Смирнов Глочек Андрей SVN уже опытные ребята За плечами этих игроков уже много кибербоев Одерживали победы во многих сражениях В этом чемпионате они выиграли все три игры, в которых они участвовали Первой картой, на которой командам пришлось состязаться, была Dead Rain Сначала по жеребьевке атакующими были Team 46, а SVN защищала объекты С самого начала раунда питерцы занимают свои позиции И держат под контролем все возможные точки появления террористов Раунд за раундом питерцы демонстрируют свое мастерство Раунд за раундом куряне сливают SVN Пятый раунд проносится до смешного быстро У SVN уходит всего лишь 20 секунд на то, чтобы буквально убить Team 46 У 46 команды остаются два игрока и возможность установить бомбу на А Но попытка отбивается еще на подходе к точке Таким образом Степаненко, сражаясь с двумя спецназовцами, погибает смертью воина Еще одно очко в копилку SVN 7-0 в пользу питерцев Восьмой раунд удается такикурянам отыграть Они пролезают к точке А и устанавливают взрывчатку Бомба срабатывает вовремя, без осечки Девятый раунд спасает Гореликов, который успевает обезвредить бомбу Следующие три раунда Team 46 оставляет за собой Кажется, красные проснулись Нет, снова череда неудач и потеря очков Смена сторонами конфликта на карте Теперь время для того, чтобы питерцы показали себя в качестве атакующей стороны Счет обнуляется 0-0 и дается рестарт Нулевой счет держится недолго Цифры опять начинают расти в пользу SVN, как заколдованы Через пять минут этот счет приобретает вид 4-0 в пользу питерцев Седьмой раунд, последний в этом гейме, превращается в АВП-перестрелку Детрейн на мгновение становится Детрейн-АВП Этот раунд в кармане SVN Таким образом, первый гейм заканчивается со счетом 16-6 Серьезная разница в очках, виден уровень мастерства двух команд Все решит, все покажет второй гейм Команды уходят на перерыв со счетом в партиях 1-0 Итак, Д-Ньюк По жеребьевке на стороне защищающей точки закладки бомбы Начинает команда SVN А Тим-46 опять атакует SVN не упускает возможность накопить очки Будучи контртеррористами Они уверенно лидируют, но иногда сливают раунды и курс к команде Раунд за раундом террористы направляются к точкам в надежде заложить бомбу А контртеррористы отбивают все их попытки Но в редком случае у Тим-46 удается застать врасплох SVN и пробить их оборону Последний раунд перед сменой сторон 13-й раунд Тим-46 штурмует А Конечно же, перед этим обязательно нужно пощелкать фонариком И испачкать асфальт краской Террористы подбегают к А, а Филимонов и Восякин уже там Они быстро расправляются с курянами 13-2 Смена сторон Курские ребята, став контртеррористами Кладут раунд за раундом в свой карман Кажется, если они так и будут продолжать, то обязательно сравняют счет по выигранным геймам В пятом раунде Жабров демонстрирует свое умение и профессионализм владения М4А1 и Desert Eagle И кладет всех терроров Чувствуется накал страстей и волнения 2-7 в пользу курян Начинается последний раунд этой встречи Он уже ничего не решает Тут что-то случилось с питерцем Смирновым Он будто озверел Бежит сломя голову к главному входу в ангар Кладет с АВП одного, затем другого Заходит в ангар, там быстрее молнии расправляется еще с двумя Затем выходит на улицу И с Desert Eagle добивает последнего Цвисток судьи, матч окончен Поражение команды Team 46 со счетом 2-0 Таким образом мы наблюдали за интересным поединком двух сильных составов Мы рады за команду СВН Наши поздравления Увидимся на следующих играх турнира До встречи Смотрите в следующий раз Самая интересная информация из мира киберспорт Правильные девайсы для настоящих киберспортсменов Новые уроки школы виртуального спорта И, конечно, самое интересное Новые состязания между киберспортсменами Все это в следующий раз Генеральный спонсор Logitech Субтитры создавал DimaTorzok